Я объясню, почему. Я объясню, почему. Ну, ладно, общественное мнение в Украине не принимает любого плана, который предполагает отторжение 20 или чуть больше процентов территории. Не принимает. Это мы понимаем, это опция по умолчанию. Есть формула Зеленского, есть, в конце концов, его заявление о том, что мы можем стартануть на переговорах хотя бы с февраля 2022 года деоккупации этих территорий и вести переговоры об остальном. Мы сейчас даже позицию Украины не обсуждаем. Меня поражает то, что об этом говорится как о каком-то типа одолжении, при том, что Москва никогда, подчеркиваю, никогда не соглашалась, не публично, ну, не публично мы не знаем, какие разговоры идут, это мы утверждать не можем, мы на переговорах не присутствуем, но публично ни разу, даже намека не делала, что она готова поступиться в 80% территории, которые Украины попадут в НАТО, в Североатлантический альянс и в ЕС, ну, и со всем набором. То есть это размен, который, видимо, в голове Трампа сложился как пазл, и за 24 часа он собирается договориться с Путиным именно об этом. Еще раз повторяю, мы сейчас выводим за скобки Украину, мы сейчас даже не обсуждаем позицию Украины, она понятна. Но кто сказал, что Москва соглашалась с чем-то подобным, хоть в каком-то виде, понимаете? Кто это сказал? Из Москвы такая информация. У меня ощущение, что все эти публикации, все эти пробросы, а, наверное, такие предложения в сторону Москвы звучали, и Москва на них отказывалась. Начинать под этим условием, как финальной точкой или стартовой точкой, она отказывалась от этого плана, я уверен в этом. И сейчас его специально вынесли в паблик, закинули это в прессу, сказать, ну вот, смотрите, мы Москве предлагаем размин. 20 на 80. 20 вы оставляете себе, но 80 уходит навсегда на Запад. Ну, потому что вступление в Североатлантический альянс и весь набор, ну, совершенно же очевидно, что спасутся эти 80% навсегда. Потому что, ну, худо-бедно, так или иначе, Москве уже тяжело будет в дальнейшем возобновлять войну, если договоренность состоится уже с НАТО, а не просто с Украиной. Но я еще раз хочу подчеркнуть, Москва никогда на это не пойдет. Почему? Потому что ей нужна вся Украина. Не часть Украины, не 20%, не 50%, не 70%, а вся Украина. Ну, могут быть какие-то отростки, остатки, видимо, там, как они говорят, пусть автор Венгрии забирает, там, Западную Украину, там, Польшу, там, ну, весь набор, который мы слышали бесконечно. Но, понимаете, это большая геополитическая и историческая перемена, которая бы, если бы состоялась в виде ухода Украины 80% под крыло Альянса и вообще в западный ареал, для России это катастрофа. Это реальная катастрофа. Почему? Потому что геополитический выбор славян, христиан, православных, каким является Украина, там, украинский народ, в пользу Запада и интеграция туда, это означает сокращение вообще, говоря, всего ареала славянского, который находится под контролем Москвы. Вся панславянская идея, вся эта византизм, вся эта империализм, реваншизм, он просто летит в тартарары, просто в никуда. Вся концепция, что украинцы это какие-то такие недоделанные русские, она просто разлетается в куски. Это обрекает, собственно говоря, Россию на то, чтобы повторить сценарий Северной и Южной Кореи. Представляете, вот Белгород, а вот Харьков. И из Харькова вот так показывают, как Буратино, вот это вот. И говорят, ну что, как у вас там? В тюрешке? А мы вот отдыхаем, развлекаемся, понимаете? Ну, я, конечно, утрирую, я, конечно, эксцентрично это подаю, но позвольте освободиться 40-миллионной нации, там, ну, 25-ти миллионной с учетом мигрантов и так далее, ну, в миграцию беженцев уехавших. Россия не может, потому что это создаст напряжение и проблем в самой России. Потому что вот эти самые русские, которые хохлов, не люблю это выражение, но ненавидят, да, они рано или поздно побегут вот в этот островок, их не пустят туда, но они будут стремиться в Украину, которая в их же идеологической парадигме правильная Россия, хорошая Россия, это западная Россия такая, да, в их парадигме. Естественно, Украина никакая не Россия, Украина это отдельное государство славянское, совершенно никакой общего ничего не имеющийся Россией, но это же рядом, представляете? Но если рядом, они говорят, ну, это некий постсоветский кусок, мы относимся к нему как к какому-то, там, пасынку такому, да, вот, Украина это наш пасынок, он отколок от Советского Союза, и вот они там взъерепенились там и так далее. А тут это превратится, собственно говоря, в край Европы, совсем там благополучим и неблагополучим, нравится, не нравится, это уже второй вопрос. Но эти люди избегнут тюрьмы, вот реальной тюрьмы, и как бы будет с чем сравнивать, понимаете? Даже морфологически, если хотите. И тогда это что? Это какой запас дает? Это что же, получается, они на свободу вырвались, превратятся в Прибалтику, ну, в страны Балтии, я имею в виду, в их представительные Прибалтику. Но этого же они не могут позволить. Страны Балтии это микроскопические страны, да? В конце концов, Молдова даже уйдет, хотя там большой вопрос, вот, отличный Ферстинский озвучил план, если Молдова сливается с Румынией, вступая, входит в состав Румынии, то и проблема Приднестровья, она просто теряет всю остроту, потому что накрывает Молдову шапкой НАТО. Но так или иначе, Украина это гигантская восточноевропейская страна, плавянская страна, православная, христианская страна. И если она окажется на Западе, и это совсем не больно и не страшно, и все не станут геями, трансгендерами, и, значит, соответственно, не будут батрачить на англосаксов, как выяснится потом. Получится тогда, а за что же мы воевали, куда же мы их тащили все? В нашу азиатчинку? В нашу вот эту китайчинку, понимаете? А они вот вырвались и стали свободны. Это что ж получается? Все понапрасну, все зря. Так вот, Кремль никогда на этот план, на мой личный взгляд, не согласится. И дело не в процентах, дело вот в этом идеологическом обосновании мира. Он может быть только неявный, неопределенный, финляндизированный. Украина, вот эти 80%, они могут согласиться, должна остаться под контролем, негласным, опосредованным, каким угодно, под этими соглашениями. Но в зоне контроля Москвы. Потому что если Украина демилитаризуется, ей будет запрещено вступать в НАТО в ЕС, но она вроде как суверенная, эти 80%, вроде как, то тогда у Москвы остается шанс возобновить войну и по новой захватить новые куски территории. Все ли, часть ли и так далее. А если она определяется в НАТО, ты как? С НАТО будешь воевать? Ну, во всяком случае, это уже совершенно другая парадигма, понимаете? И на это Кремль никогда, подчеркиваю, никогда не согласится. Украину, вот эти 80%, 80 на 20, он никогда не отпустит. И поэтому никакие Трампы, никакие для републики, Небильды никогда с Путиным об этом не договорятся. Мне очень понравился один бывший украинский министр иностранных дел, Владимир Огрызков, он сказал о том, что у нас есть такое понятие, как ось зла. Раньше мы говорили, что есть и ось добра, конечно, но теперь чаще всего можно ее характеризовать как ось трусости, страха. Потому что, значит, одна история, это то, что вдогонку, да, почему мы всегда сомневаемся, что где-то может быть разменной монетой вступления в НАТО. Никогда. Никогда, потому что они будут бояться, Германия и Америка по-прежнему это те две страны, которые как на старте нашего пути, так и по сегодняшний день, а это более 10 лет, они выступают против. Они говорят, что это будет прямое столкновение с Российской Федерацией. Ну и сегодня появилась информация о том, что между Макроном и между Шольцем, суть по всему, между ними никогда не будет хороших отношений. В общем, была такая вспышка гнева на последнем саммите в Париже, где Шольц обвинил Макрона, он говорит, ты провоцируешь Третью мировую войну своими идеями ввода войск. То есть по-прежнему Германия остается максимально осторожной. Ну вот поэтому и они получают свое прозвище. Не все, конечно, но многие из них ось страха. И этим, конечно же, в Российской Федерации и не только пользуются. То знаете, как вопрос, а это вообще реалистично переломить? То есть мы даже сегодняшний день, мы годами старались, чтобы украинцы захотели стать частью Европейского Союза и НАТО. Война во многом помогла нам. Но когда каждый раз говорят нет, нет, мы боимся войны, нет, вы еще что-то не сделали, вот вам дорожная карта, но ведь не всегда будут в таком случае высокими эти цифры лояльности. Я так скажу. Противоречия эти очевидны. Позиция Макрона публично озвучена, позиция Германии и тех, кто ее поддерживает, тоже известно. То, что происходит в США, это вообще, как говорится, не буду выражаться здесь, что там происходит. Вот, Селиван, я напомню, заявил о том, что, говорит, не надо давать оружие Украине, иначе это чревато ядерным ударом по территории США. Ну, нифига себе. А еще что чревато ударом со стороны России по территории США? Если они пассут где-нибудь не там, ну, это как-то уже совсем ту матч во всех отношениях. А вы собираетесь что, под дудку, под эту, как крысенки, под дудочку Ганса, или там, как это, сказки, танцевать под кремлевскую дудочку. Это нельзя, то нельзя. Это, значит, заявляет этот прямой путь в Третьем мировой. А я вот считаю, что не надо добиваться этого тотального единства, раз оно не получается. А зачем? Вводить войска явочным порядком. Этот контингент французский, пусть заходит. Голландцы поддерживают, ну, Нидерланды, пусть и они заходят. Страны Балтии поддерживают, и их по кусочку. В Польше непонятная позиция, ну, может, да, может, нет, но раз другие побежали, и я побежал, понимаете? А зачем ждать, пока согласится Шольц? А если он никогда не согласится? И что тогда? Значит, в опасении того, что еще не произошло, Третьей мировой войны, в опасении этого, уже совершаются действия, которые ведут к фактической реализации всех планов Москвы в отношении сначала Украины, а потом и всех остальных. Ну, как минимум Молдову, как минимум, я считаю, это самый минимум. Если Украина падет, то Молдове вообще не жить. Ну, все, она будет захвачена. Страны Балтии, это, так сказать, следующая мишень, ну, да, с учетом того, что все-таки они члены НАТО, но Сувалковскому коридору тоже не жить, понимаете? Что тогда? То есть, получается, можно принимать только коллективные решения, или же все-таки остается суверенитет у тех стран, которые отдают себе отчеты, ответственно подходят к вопросу безопасности европейской и берут на себя ответственность. Ответственность, в том числе, за возможную гибель своих солдат. Ну, война, это такая штука, на ней, знаете, гибнут. Вот украинские же солдаты гибнут, тем самым, сдерживая натиск Москвы на Европу. А куда они сдерживают этот натиск? Если Украина пойдет и Европе не сдобровать, ну, так понятно же, что нужно оборонять на дальних рубежах. На дальних. Не ждать, пока дойдет до границ Польши, Балтии, ну, там, Венгрии, со стороны захваченной Украины. Значит, это надо делать там, в районе Междухарьковской и Белгородской области. Но это же нормальная тактика, стратегия. То, что говорит Шольц, это обычный страх и задабривание своего врага, противника. Давайте мы не будем его злить, давайте мы Москву злить не будем, иначе он грозит нам Третьей мировой войной. Ну, а где граница компромисса? Пусть мне скажут, что еще предложит делать Москва западным странам, там, европейским, Америке и так далее, чтобы она не начинала войну. Вы же понимаете, поддавшись на шантаж, и один раз ты поддался на шантаж, ты будешь вечно делать все, что от тебя требует шантажист. Вот так это работает. Не знаю, я это усвоил с детства. Никогда не поддавайся шантажу. Никогда не поддавайся шантажу. Пусть делает, что делает. И посмотрит, кто выиграет. Это же так. И если изменить этот подход, то он чреват очень неприятной вещью. Потому что, еще раз повторяю, Москва, которая добьется успеха, пусть относительно, на украинском фронте, она не остановится. Какой мотив ей останавливаться в принципе? Какой мотив? Кто-то говорит, они удовлетворятся, мы с ними договоримся. Как же вы с ними договоритесь, если они уже предлагали в декабре 21-го года вам меморандум Путина два документа. Договор с Вашингтоном, соглашение с НАТО, по которым нужно отдать весь Восточный блок бывший. Все 15 стран, что вступили после развала Восточного блока Советского Союза, нужно их отдать обратно фактически. Ну, демилитаризовать. Они предлагают по мае 97-го года. Это же следующее требование, оно же очевидное. И точно так же будет звучать. Иначе Третья мировая война. Демилитаризуйте эти страны, выведите оттуда все, что может. То есть фактически решите их гарантии безопасности, которые обеспечит Североатлантический альянс. А зачем он тогда вообще нужен? Вы представляете, каким политическим последствиям это приведет? Но если это бутафорский альянс, как об этом много раз говорили, а мы в 22-м году увидели вроде как желание конвертировать его обратно, так сказать, как в период холодной войны в боевую организацию, такую очень воинственную, милитаристскую организацию, то есть это все на салазках съедет прямо вниз, прямо в пропасть с тоталитаризмом. А куда она еще съедет? Кто-то говорит, ну, Путин не Сталин. Да, Путин не Сталин. Но планы у него сталинские. Он их, может, не реализует, но амбиции сталинские, иллюзии питать не надо. И каждая новая победа будет укреплять его во мнении, что он этого может добиться. Просто надо не бояться, а двигаться дальше. Чувак, который на восьмом десятке лет, ему, честно говоря, терять немного есть что. Все, что он хотел, он уже добился. Поэтому он может сыграть в большую ставку. И это надо всегда учитывать. И если Шольц, если ряд других стран, европейских, Соединенные Штаты, не готовы, то нужно, чтобы появился кулак стран, который готов пойти до конца. В противном случае это беда будет для всех, и для Шольц тоже. И он не отсидится в стороне, как и Германия, не сможет сказать, а мы вот тут ни при чем. Вы, пожалуйста, бомбите Францию, а к нам пусть ракеты не залетают. Они не разбираются, куда и что. Они будут бомбить все, если уж до этого дойдет. Единственный способ прекратить эту войну в Украине, прекратить все это противостояние, это продемонстрировать силу. Силу, которая невзирает на угрозы и опасность, в том числе начало ядерной войны. И тогда все это прекратится. Вот и все. Ну, надо дать должное, чтобы Макрон ответил Шольцу, что все это наше суверенное право, мы действительно вас не заставляем, не принуждаем, сделаем так, как мы считаем нужным. В том числе Макрон еще до этого говорил, что даже присутствие французских войск на территории Украины, если происходит какой-то инцидент, обстрел, что угодно, это не является нападением на блок НАТО, и, соответственно, ни Америка, ни НАТО, другие страны не должны ввязываться в эту войну. Сегодня как раз президент Зеленский, он впервые так, по сути, широко прокомментировал предложение Макрона. Он сказал, что он его знает и, конечно же, поддерживает это предложение. То есть, судя по всему, конечно, в Украине никто не скажет, нет-нет, нам ваши войска не нужны. Тем не менее, президент сказал о том, что он не может призывать и другие страны пойти тоже по такому же сценарию в будущем и вести свои войска, потому что он говорит, я понимаю, что в тот же момент Россия поднимет волну хайпа и будет раскалывать единство мира. Что сегодня они пытаются сделать против Франции, это как раз все угрозы на всех уровнях, поэтому президент считает, что нужно отстаивать такую взвешенную позицию. Ну, если вы хотите, то welcome, а так вообще мы никого призвать не будем. Тут интересно, как далеко Макрон может продвинуться. Судя по всему, решения, или точнее действия, произойдут тогда, когда, наверное, все-таки Макрон будет не един. здесь нужно дождаться еще, не знаю, кого-то, кто тебя потрепет по плечу, поддержит, скажет, что да, класс, мы тоже готовы это сделать. Или все-таки Макрон пойдет сам, даже если не будет в буквальном смысле союзников? Пока на этот вопрос невозможно ответить. Слишком много составляющих. И, видимо, Макрон их сейчас решает. И разговор министра обороны, о чем мы уже обсуждали с Францией, с Шойгу, соответственно, министра обороны РФ, он об этом был. И я думаю, они сейчас примериваются, насколько они самостоятельны. Во-первых, смогут осуществить вот эту экспедиционную операцию по направлению контингента французских войск на территорию Украины. Возможно, пытаются какие-то гарантии для них безопасности, для этого контингента получить от России, что это не будет бомбиться в лагерях, где будут размещены французские военнослужащие, французские легионеры, они будут обстреливаться кинжалами, еще чем-то. Все понимают, что это слова ничего не стоит, обстреливаться будут, ну, они там, средства ПВО какие-то, еще что-то. Но определенно, что это не случайные разговоры, и, понятно, они ведутся в строго определенном направлении. Именно через военное присутствие Франции на территории Украины в связи с войной. Я думаю, что сейчас идет процесс интенсивных переговоров вот с теми странами, о которых вы говорите, кто его поддержит и так далее, кто будет из крупных стран, из крупных военных контингентов задействован. Там и Дания достаточно резко высказываются, Нидерланды, ну, страны Балтии, понятно, это вообще про них. Ряд других, возможно, кто-то присоединятся, хотя, естественно, в Европе это всегда вопрос о позиции Германии. Мы не понимаем до конца позиции Великобритании. Там непростые процессы идут, видимо, правительство консерваторов на будущих предстоящих выборов уходит, туда придут либористы, по-видимому, они имеют большие рейтинги, там их лихорадит нехило так, вот, но если Великобритания направит и свой контингент, это будет достаточно мощным решением и так далее, но возможно там есть оглядка на Вашингтон и возможно Вашингтон позицию Великобритании сдерживает, вероятно, сдерживает. Мы опять же можем судить только по каким-то, так сказать, имеющимся сигналам, которые неочевидны. Но так или иначе, мне кажется, что пока вот на сегодняшнюю секунду все идет именно в этом направлении, что контингент французских вооруженных сил, там, французского Легиона возможно, он появится на территории Украины. Он может быть небольшим, он может быть символическим, но ведь сейчас вопрос и стоит о неком символическом присутствии, обозначении того, что здесь в Украине мы уже есть и что всю Украину точно поэтому нельзя будет захватить, потому что мы останемся в определенной зоне безопасности, которую будем оборонять, если что. Поэтому вы, пожалуйста, рот там на Одессу например не разевайте. Вот если будут действительно французы стоять в Одессе, а это очень удобно, там и порты есть, и много чего есть, то наверное как-то это будет обозначение, куда российские войска по-любому не могут зайти, по-любому. Они конечно говорят о том, что для них это не препятствие, они будут и обстреливать, и воевать, и все на свете, но я думаю, что Москва действительно опасается такой последовательности и неотвратимости исполнения соответствующих своих намерений. Понятно, что для того, чтобы это было эффективной военной силы, для этого должны США вовлечься. Будем честны. Для того, чтобы этот контингент из символического превратился в реальный, военный, такой эффективный и устрашающий, наверное, США должны принять такой же. До ноября, как минимум, пока вот это вот все, что происходит в Соединенных Штатах Америки, связанное с выборами, не закончится, говорить об этом не приходится совсем. Не Байденовская администрация к этому не готова, да и от Трампа. Пока, пока, мы ничего такого не ждем. Хотя на дебатах им придется свои позиции обозначать перед выборами относительно вопроса военного присутствия в Украине, так же, как это возможно, намеревается сделать Франция и ряд других стран. Без США реально, конвертации в реальную силу на территории Украины, любой военный контингент не сможет превратиться. Поэтому нужно дождаться ноября. Но я не исключаю, что первые какие-то решения будут принять и реализовывать до ноября Франции. Не исключаю. Редактор субтитров А.Семкин